МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уважаемые дамы и господа, я с удовольствием спешу вам сообщить о том, что наш эфир продолжает встречи с человеком интересным, с человеком знающим, с человеком разбирающимся в политике, и не только. Да, я говорю о Леоне Вайнштейне, который у нас на линии. Леон, добрый день. Добрый день. Итак, уважаемый Леон, давайте, может быть, пожалуйста, дайте нам ваше описание, ваше понятие того, что все-таки произошло на этих слушаниях совсем недавно. Ну, вы знаете, я... Да, прошу прощения. Я не успеваю повторять, что с того момента, когда Трамп появился на политической арене, он там был на политической арене, но больше как спонсор каких-то там большинства демократов, он начал помогать республиканцам, потом заявлял, что он, может быть, когда-нибудь выйдет на борьбу за президентское место, причем сказал, что если он будет бороться, то победит обязательно. Ну, давай, так сказать, немножко, так сказать, все шутили по этому поводу. И вдруг, так сказать, вот там три с половиной уже года тому назад, откуда ни возьмись, сошел, так сказать, с Олимпа, со своего там четвертого этажа по золотой лестнице, вместе с красавицей женой, Трамп, который сказал, что, значит, вот с этого момента он вступает в борьбу внутри республиканской партии за выдвижение в президент. Ну, если вы помните, те, кто жили здесь, следили за чем-то, то с этого момента началось, ну, сразу же интересное, потому что все начали по этому поводу шутить, издеваться, разговаривать, больше ни о ком, кроме как о Трампе, не писали, ни о чем не говорили, он, значит, что-то гениально умеет возобновлять интерес к себе, значит, делая какие-то вещи, которые там либо возмущают, либо кого-то восторгают, там, и тому подобное. И вот с этого момента жизнь в Америке стала невероятно интересной. Не всем она нравится, особенно тем, значит, кто подпал под, что называется, молот Трампа. Трамп, так сказать, Трамп, Трамп, человек, с одной стороны, не агрессивный, он сам вроде никогда не нападает, но если, не дай бог, ты затронешь его, лично его там, или бизнесы, или что-то еще, то он, как он говорит, я отвечаю просто так, чтобы потом раздавить, так сказать, совершенно неадекватно. Не то, что там кто-то меня пнул ногой, я обязательно тоже его пну ногой, я могу, так сказать, пнуть его залпом из ракет. И вот, значит, с того момента, как он стал одним из трех или четырех, еще пока не из двух, одним из трех или четырех, как бы претендентов на возможное выдвижение от республиканской партии, демократическая партия начала заниматься тем, что во всех этих претендентов, насколько мы на сегодня знаем это, это все еще пока не сто процентов, что называется, в суде не выложено, и прокурор не сказал эти слова, но мы уже знаем, что демократическая партия через не только свои, так называемые, расследование противоположных партий, расследование потенциальных конкурентов, что делается всегда, но и через абсолютно политизированные ФБР, ЦРУ, там, так сказать, НСА и тому подобное началось залезать в разговоре этих людей, следить за ними, подсылать туда своих людей и подсаживать утки, даже бы они рапортовали. То есть заниматься тем, что если бы это приписали Никсону, то его просто повесили, не просто он ушел бы из президентства, а просто его бы имя заплевали, заклеили, никогда бы не вспоминали Соединенных Штатов Америки. То есть по сравнению с тем, что сделал Никсон, то, так сказать, пустяк он делал. Вот за то, за что его, так сказать, импичи его имя предали тогда анафеме. То есть они через, так сказать, ведомства, так называемые, то есть силовые, челусь соловиков, силовые ведомства, демократическая партия во главе с Белым домом, с избирательной компанией Хиллари, с самой Хиллари, с Биллом Кринтоном и со всеми ими, оно вооружило против команд людей, которые теоретически могли бы противостоять ее избирательной компании, Хиллари избирательной компании. Они взяли на вооружение и политизировали, как я уже сказал, и бросили на подавление всего, так сказать, возможного сопротивления, бросили ведомства внутренние, обладающие огромной силой государственной. То есть это значительно более страшно, чем любой Китай, любая Россия, там, я не знаю, там, Иран, кто угодно. Потому что только вот Америку, Великую Америку, раздолбать и победить могут только изнутри, больше никак. И вот это вот один из шагов, так сказать, к разваливанию Америки. То есть практически утверждение однопартийной системы. Вот что они пытались сделать. Значит, извиняюсь, я так далеко, но без этого очень сложно понять, то, что произошло, на самом деле, на дне. Дальше, значит, когда остался, да, мы уже доподлинно знаем, что во все эти скрузы избирательные компании и остальные были засланы люди, что их прослушивали, там, и тому подобное. Значит, когда остался один Трамп, то, несмотря на то, что все показатели показывали, что он, ну, просто не может стать президентом, за него не будут голосовать, там, все штаты демократические в жизни за него не проголосуют, Клинтон идет с отрывом, там, в некоторых штатах пять очков, а в некоторых десять процентов. То есть, абсолютно невозможно. Тем не менее, значит, на всякий случай начали готовить всякие, как они называли это, страховочные иншурансы, то есть, страховки. Что это были за страховки? Значит, во-первых, заслали, опять же, человека, и мы знаем точно, что в избирательной компании Трампа работало, потом перешел в Белый дом человек, который все докладывал в ФБР, забыв, так сказать, об этом рассказать людям Трампа. А во-вторых, мы знаем, что прослушивали минимум двух человек. В-третьих, мы знаем, что совершались какие-то странные вещи, типа того, что иностранный дипломат австралийский вдруг сообщил, что некий человек по Пандополис ему в баре в каком-то, в пьяном состоянии рассказал о том, что, мол, есть у Трампа связи с русскими. Чего? А потом, значит, некий профессор Мавсуд, который, значит, якобы грек или турок, я уж не помню, живущий на Кипре, преподающий в двух университетах, он встречался с представителем Мавсуд российской разведки, чуть ли не ГМРУ, и это стало все известно, и тогда, значит, вот за Пандополосом, а потом еще за какими-то людьми в избирательной кампании Трампа была установлена слежка, потому что это была слежка по поводу российского вмешательства в внутренние дела Соединенных Штатов Америки, то есть, значит, контрразведка, а не разведательное управление. Значит, контрразведку легче делать, потому что там законы совершенно другие. Ты с иностранными гражданами совершенно не так должен законно и осторожно в белых перехотах общаться, как общаются с американскими гражданами. То есть, придумано было так, чтобы закон, так сказать, можно было обойти на законном, извиняюсь, составании. Далее, как мы все уже знаем, Трампа избрали, слава тебе Господи. Значит, Трамп начал свою деятельность, которую он сам называл очистительную, то есть, он болото, так называемое, начал пытаться чистить. А болото было к этому уже готово. Целую серию провели грязных совершенно мероприятий, подлогов и т.д. для того, чтобы представить дело так, что совершенно необходимо обуздать этого кошмарного тирана, друга, Путина, человека, который пытается развалить американское общество и все устои американские, кошмарного совершенно человека, Доналд Трамп, хуже Гитлера, поэтому бороться с ним можно любыми способами. Вот тогда, значит, придумали специального прокурора, потому что иначе было нельзя. Вот, даже целый ряд республиканцев сказали, а действительно, вообще какие-то такие вещи, так сказать, выясняются, что он там в Москве нанимал проституток и заставлял их, извиняюсь, мочиться на кровать, потому что на ней когда-то спал этот самый, Путина, я хотел сказать, Обама, что он посылал своего личного юриста Майкла Коэна в Прагу встречаться с представителями то ли мафии, то ли КГБ, ну, кошмар, ужас, человек надо все это расследовать. В общем, был проведен человек, у которого были личные, личная нелюбовь по целому ряду причин до того произошедших к Доналду Трампу, Мюллер, который возглавил, нам говорили, что он самый неподкупный на белом свете, что он самый острый ум в Америке, что он такой порядочный, что рядом с ним порядочные люди выглядят просто половыми тряпками. И, значит, в течение двух с половиной лет и сорока на полу двух миллионов долларов, это то, что мы знаем, поверьте, там, значительно больше, то, что еще просчитали каким-то другим образом. Ну, неважно, 42 миллиона долларов, которые украли у налогоплательщиков, занимались два с половиной года чушью, в конце всего этого выяснили, что не было. То есть, скажем так, они это поставили следующим образом. Мы не нашли доказательств того, что у Трампа или у кого-то из его людей были связи с русскими. Говоря, так сказать, нормальным языком, невиновен человек, да? Вот. Но не нашли доказательств. Может быть, он виновен, может, просто не дошли доказательств. В общем, так сказать, когда написано было и опубликовано, что не нашли доказательств, и, так сказать, как бы обвинять его не в чем, то демократы, которые поставили, что называется, всю свою карьеру, всю свою партию на то, что когда копают, то что-нибудь хотя бы найдут. Ведь он строил недвижимость в Нью-Йорке, но обязательно он где-то нарушал закон, кому-нибудь давал какие-то взятки. Что-то, ничего не нашли. Значит, либо он гениально все скрывает, либо этот человек действовал как настоящий американец, всегда в рамках закона, умно, может быть, на самом краю, может быть, что-то такое, но всегда в рамках существующих законов. Ничего не нашли. И вот последняя надежда была на то, что они посадят перед всем народом трансляция по всем, значит, нетворкс, по всем кабелям, по всем мировым телевизионным сетям, трансляция допроса человека, который практически вывел на чистую воду, просто там вот не нашел еще последнего чего-то, да? И вот, значит, его слова, которые можно будет потом вырвать из них кусочки и крутить с ними, крутить, крутить, крутить на телевидении и вбивать людям в сознание, что да, не нашли, но точно там было, и он уверен, мол, Бюллер, и все остальные уверены, просто не смогли найти. Вот это вот полностью провалилось. Мы увидели человека, который не может доказать ни одного своего слова, который нервничает, листает свой собственный отчет, который не знает каких-то слов и понятий, который не может отвечать на вопросы, просто потому что он не понимает, чего спрашивает, который переспрашивает все время, потом начинает отвечать, потом говорит, а о чем, собственно, меня спросили, а не можете уточнить вопрос? то есть порядка восьмидесяти раз человек не понял, что его спросили о его отчете о собственном, что сразу же приводит к мысли о том, что он никакого отчета отношения не имел, то есть, либо вот он сошел с ума, что называется, днем в 8 утра ему выступать, а в 6 он сошел с ума, либо, что он давно находится в состоянии, которое я вам принял, как, я не врач, дементия, продвинутая форма склероза, но тогда не может быть, чтобы дементия возникла вот сегодня и дошла до такого уровня, то есть, она была и вчера, и позавчера, он логически не может ничего сложить, и всей стране стало ясно, что либо все это полная хинея, что там написано, не может защитить ни одного пункта, якобы, обвинения, и вынуждены все время говорить, а это не в круге моих обязанностей, скажите, а вы допрашивали человека, с которого все это началось, вот этого мовсу, а я не могу на это ответить, почему, а это не в круге моих обязанностей, окей, а вы знаете, кто платил за работу Fusion GPS, которая организовала все это, за работу кого, то есть, он не знает название фирмы, которая начала все это, которая организовала все это, которая наняла этого англичанина, который поехал, даже не поехал, позвонил к своим друганам в бывшее КГБ, ныне ФСБ, и те ему прислали якобы материал, который был против всех, так сказать, вот путинских желаний, Путин не хотел этого делать, они под носом у Путина прислали, отличали на какую-то гадость на Трампа, а тот переслал сюда, и какая-то полная хинея, истедел растерянный, потерянный, совершенно ошарашенный человек, который нервничал, который что-то не мог вспомнить, который что-то не знал, и стало его жалко, мне не жалко его, потому что он два с половиной года там морочил голову, сукинцы, но стало похоже, что он ничего, никакого отношения, кроме своего имени, к этому отчету не имеет, и там все время рассказывали, что вот он нанял 17 юристов, которые этим занимались, по странной случайности, все 17 были не просто демократы, они были оголтелые демократы, они переписывали с друг другом, что они ненавидят Трампа, что они обожают Хиллари, кто-то из них давал ей какие-то взносы, кто-то работал на нее в фонде, кто-то просто пришел на ее, так сказать, Виктори партии, партию победы, которая не состояла, сказал с партией поражение, да, вот, а и все эти люди нам говорят, не волнуйтесь, зато есть Мюллер, который во главе, он республиканец, между прочим, и он набрал их, да, он не спрашивал, кто они такие, не демократы, там, республиканцы или кто-то еще, а важно другое, важно, что он руководит, ничем он не руководил, и стало понятно, что обезумевшие ненавистники Трампа никем не руководили, бегали окошалелые и пытались утопить любого человека, который мог дать им нужные им сведения, а они не давали им эти сведения, они пытались сделать им гадость, найти им какой-то материал на их детей, искать в прошлом, копаться в каких-то отчетах, я сейчас не говорю о том, что преступников мне надо наказывать, нашли, так сказать, наказали Монафор, тогда выяснилось, что он делал очень много вещей, к которым делать не нужно, да, но к президенту это не имело никакого отношения, и причиной, почему они этим занимались, только чтобы Монафор сказать ему, вот ты сейчас сядешь на 20 лет, а мы можем посадить тебя там на год условно, если там расскажешь про президента, а Монафор говорила, нечего мне о нем рассказывать, тогда будешь сидеть 20 лет, вот, придумай тогда, значит, как он и пошли к еще паре друзей, Трамп, и начали говорить, придумай тогда, вот, значит, а вчера, вчера, вот в день, когда ты выступал, Мюнгер, произошло страшное фиаско демократической партии, страшное, они не знают, как они с этого оправятся, все усилия, которые у них были направлены, были направлены не на улучшение жизни Америки, не на улучшение жизни тех, кто работает, тех, кто рожает, те, кто, те, кто ездит за границу, не на безопасность, было направлено только одно, вырвать из Америки до Волда Трампа, потому что он Гитлер, так вот, выяснилось, что он даже близко никакого отношения никакого к Гитлеру не имеет, он, о, он пытался остановить следствие, каким образом, а он сказал своего ареста, по секундочку, он уволил кого-то, нет, никого не уволил, а он, хотя бы одну бумажку вам не дал, когда шло расследование, Гитлер, нет, все бумажки дал, а он, что хотя бы одному человеку запретил иметь с вами, его сын, собственно, 30 часов провел с вами, он разрешил, сказал, пожалуйста, ждет моей семьи, можете допрашивать его сколько угодно, был хотя бы один человек, которого президент сказал, не дам, нет, не было, тогда в чем проблема, а он хотел, у него просто не получилось, вот, у президента, не получилось остановить следствие, президент, который имеет полное право выгнать Мюллера, и сказать, назначать кому угодно другому, мне наплевать, а этот пусть уходит, и Мюллер должен был уйти, и это абсолютно написано в Конституции право президента, вот, я хочу сказать, заключая это следующее, я понимаю, что демократам сейчас пока не на чем строить неизбирательную кампанию президента, неизбирательной кампании, и там Конгресс, и, я не знаю, так сказать, Сенат, губернатор и тому подобное, абсолютно не на чем это строить, потому что все было построено вот эти два с лишним года на ненависти, не на любви к Родине, а на ненависти к определенному человеку и к тому, что он пытается убить, абсолютно убить их маленький бизнес на стороне, когда они идут в Конгресс и в Сенат, они еще немножко, что называется, подрабатывают, как они подрабатывают, они пользуются своим положением для того, чтобы получать себе, своим детям, тем, кто дает им деньги, своим там инвесторам, называйте это как угодно, политическим спонсорам, зарабатывать деньги и все остальное, что с этим связано. Так вот он это рушит, за это они его ненавидят, и демократы, и часть республиканцев, never-трамповцы, так называемые. Вот то, что произошло во время слушателей Мюллера, это потрясающе, потому что вот огромный ржавый гвоздь в этот гроб импичмента или тому подобное, что Трамп с кем-то там столкнулся, чтобы не Трамп выиграл сам выборы, а что ему помог какие-то связи, там Путин, Ченкайши, там я не знаю, кто еще там, лорд Байрон, может быть, умерший давно ему помог. Трамп выиграл выборы, народ проголосовал за Трампа, он законный президент, он ведет потрясающую политику, и эта политика, которая выведет, выводит уже и выведет нашу страну на правильную дорогу, на которой она когда-то была, а потом свернула благодаря усилиям таких людей, как, ну скажем, так сказать, ФДР, Фланг Франк, Владелана Рузвельт и другие всякие полусоциалисты. Кстати, чтобы вы понимали, ФДР, великий демократический президент, считал, что самый лучший строй фашистский, а самый умный и лучший политик в свете это Бенито Муссолини, о чем он писал Муссолини, называл его Distinguished Дем Джентльмен и говорил, что он лучший экономист мира. Леон, прошу прощения, давайте примем звонок, если вы не возражаете. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте, уважаемый Леон, вот демократы же знали, что собой представляет Мюллер? Они что, рассчитывали, что он, как в сказке, превратится в Ивана Царевича? Перед их, такими, как говорится, магическими очами? Или просто у них такая, как говорится, в эпилептическом припадке, в страхе перед тем, что сейчас Рамб раскроет все их козни и выставит на показ, они уже, ну, как говорится, бросаются туда, куда, откуда надо бежать. Спасибо. Я думаю, что вот этот второй ответ ваш, он правильный. Конечно, встание у демократов и встание у республиканцев, несомненно, существует паника. Ведь не просто так Эпштейн найден был в полусознательном состоянии, каким образом он мог сам нанести себе такие увечья, как, так сказать, у него не были следы на шее. Как это он сам себя задушить пытался? Пальцами что ли своими? Вот. А когда он начал терять сознание, он продолжал давить. Ну, странно как-то, да? То есть, Эпштейн, это первое, из-за чего там дикий совершенно страх. Второе, конечно, Дюрхам. Значит, уже этого Мавсуда, если, так сказать, вы помните, вы знаете, я уверен, для остальных радиослушателей, это тот самый профессор, который якобы был представителем России, физической разведкой, и сейчас выясняется, что к нему обратилась какая-то иностранная разведка, вроде британская, и попросила подставить по Пандополюсу. Значит, уже его допросили. То есть, там такие пойдут нити, там пойдет такая чистка после этого. Естественно, они в панике, естественно, они бросаются куда угодно, все, что угодно делать. Значит, надежда была на то, что они понимали, что он синильный слегка уже, да? Они просто думали, что они его так раскрутят, что ответы его можно будет вырезать на маленькие кусочки и разбить и крутить целыми днями по телевизору и по радио. Они же знали, чье телевидение, правильно, да? Газеты, телевидение, там интернет и тому подобное. Вот. И чтобы, когда мы слово Мюллер набирали, сразу же бы выскакивало в Гугле то, что они хотят, чтобы выскакивало, а не то, что должно выскакивать. Вот на это и надеетесь. Есть следующий, если вы не возражаете, все линии горят. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте, Анатолий, здравствуйте, Леон. У Ильфа и Петрова в золотом теленке был такой председатель фунт, которого брали как подставное лицо за 120 рублей в месяц. И я, слушай, я буквально послушал первые пять минут, и мне сразу же вспомнился этот фунт Малыш, который просто был как подставное лицо, как картинка. Он ничем не занимался. Воровали, ну, у Ильфа и Петрова воровали другие, тут расследовали другие. Он просто стоял как красивый, неподкупный, замечательный такой подставное лицо. Да, он просто сидел при Керенском, при царе Николая Первом, Николая Втором. Да, всех сидел. Да, да, да. Но мой вопрос, но мой вопрос, а не могу ли быть так, что, ну, все демократы хотят избавиться от Трампа, но одни из них хотят идти с импичментом, а те, которые поумнее минимально, против импичмент, делать не хотят. Моя теория в том, что они специально взяли Малера, именно рассчитывая на то, что его, что он будет выглядеть так плохо, что импичмент станет абсолютно невозможным, и мне не нужно будет с этим возьматься. Хорошая теория. В жизни все бывает, но это такой очень, с моей точки зрения слишком многоходовочка. Потому что я сейчас сделаю так плохо нашей партии для того, чтобы не делать какую-то одну вещь. Они все хотят импичмент. Вы думаете, Мэнси Пелоси не хочет импичмент? Она просто понимает, что не на чем импич. Она бы с удовольствием это сделала. Она просто лучший стратег, чем эти козлы, которые только что пришли. Она тоже с моей точки зрения говорит, но она не козел. она не козел. Она козлика. Человек нехороший. Давайте примем следующий звонок. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Вы знаете, а мне кажется, то есть у меня совершенно другое впечатление о Малере. На мой взгляд, он делал вообще-то свое дело, и он в курсе дела. Просто вот во время этих последних слушаний он специально как бы пытался лавировать. И так же, как Клинтон когда-то говорил, я не помню, я не знаю, я забыла, и все прочее. Все у них в порядке с мозгами. Окей, спасибо большое. Следующий, говорите, пожалуйста. Добрый день. Добрый. Добрый день. Знаете, я вам звонил где-то полгода тому назад с вопросом, можно ли посадить Хилари Клинтон. Вы мне вот сходу ответили запросто. И когда выступал президент Трамп, после допроса Мюллера, где Мюллер там что-нибудь плакал, наложив штаны, а президент Трамп совершенно четко дал понять, насколько я его правильно понял, может я ошибаюсь, что Мюллер это только первое звено, его сейчас раскрутят и примутся за Хилари. и комментарии были такие, что и грозит обвинение в шпионаже, в предательстве и так далее. Как бы вы прокомментировали это? Спасибо большое. Я председатель Трамп. На вопрос можно ли посадить Хилари Клинтона, отвечаю еще раз, конечно, можно посадить Гилари Клинтона. Значит, почему ее не сажают? И почему до сегодняшнего дня ничего не происходило? Дело в том, что вот когда-то был такой человек по фамилии Гувер по-русски, Гувер по-английски, значит, Гувер был руководителем ФБР и впервые в истории Америки появился человек, у которого была возможность собирать грязь профессионально, он просто давал задания и собирали, как для изучения антиамериканской деятельности, что он имел в виду никому не понятно. Его агенты собирали всю грязь, кто с кем спит, кто о ком что сказал, кто-то какое-то преступление совершил, кто где-то соврал, и держали все это в палочках. После этого, значит, вот чем он хотел, то эти люди и делают. Называлось шантаж. Правильно? Вот у нас сегодня, если мы правильно понимаем ситуацию, абсолютно та же ситуация с хирурью и Биллом Клинтонами. Значит, у них за время их и его президентства и после этого со всех людей, с которыми они скажем, руководили, поставили на должности и тому подобное, это очень похожая на мафию ситуация. Значит, один раз присягнув Дону, кто из них Дон, я не знаю, может быть Билла, может быть, скорее всего, Хиллари, ты после этого не можешь, только кровью можешь, так сказать, уйти только на тот свет. Так вот, у них собрано огромное количество информации на огромное количество людей. И эта информация используется, и поэтому люди, которые, скажем, те же раз следуют Хиллари, они, так сказать, либо сами, либо кто-то им очень близко говорит, умоляю, не делай этого. И т.д. и т.п., то есть, человек, который должен что-то сказать, правду какую-то, он понимает, что скажет неправду, он пострадает, он значительно больше пострадает, если он скажет правду, а потом от Хиллари придет информация, что он когда-то кого-то изнасиловал, когда в этом 14 лет кого-то было. То есть, я думаю, что Эпштейн, который сейчас сел, он собирал свою библиотеку не для себя. Я думаю, что вот вся его, весь его, так сказать, шантаж и прочее, он был, я бы сказал так, сделан для Клинтона. Он, конечно, и сам пользовался, потому что очень хорошо бы узнать источники его такого баснословного богатства, потому что ему вдруг кто-то дарил какую-то квартиру там за 50 миллионов долларов, а кто-то другой будет с собой просто за красивые глаза дарил поместье, а кто-то еще что-то дарил такой там, корабль 80 миллионов долларов лодку. Там странные вещи происходили, да, вот взяли, вот просто так его любят, что просто, ну не могут прямо, вот, но я-то подозреваю, что он был просто частью машины Клинтона, и Клинтон был не просто так туда летал, значит, не только для того, чтобы, так сказать, девочек маленьких там, не знаю там, что он с ними делал, подозреваю, что знают, вот, а еще и по делу, потому что это было, и Хиллорит туда летал несколько раз на этот остров, я думаю, что на этом острове, может уже не там, но в этом острове создана серьезная библиотека на огромное количество людей, которые просто, так сказать, боятся сказать «Ах». Я думаю, что нам пора выходить на перерыв, а потом мы снова продолжим. Обязательно, спасибо огромное, оставайтесь с нами, будет интересно. Уважаемые друзья, мы возвращаемся в программу Леона Вайнштейна, номер телефона в студии 847-400-5200. Леон, у нас уже есть звонок, если вы позволите. Да, конечно. Добрый день, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Алло. Да, да, говорите, говорите. Добрый день. У меня два вопроса. Я первый хочу задать немножко на другую тему. Что с указом Трампа о эмиграции? Один суд отменил, второй утвердил. Что будет с этим указом, он очень нужен. Это первый вопрос. А второй, я слушал вот это еще слушание в конгрессе, переводе на русский язык, и там я слышал такую фразу, что министр БАР занимается расследованием. Так вот, может быть, что-то есть нового? Спасибо, буду слушать. Спасибо большое. Хорошо, Леон. Ну, давайте на первый вопрос насчет указа Трампа о эмиграции. В данный момент, как мы, собственно, и все и предполагали, судебное решение отрицательное. И, как и все, в общем, нормальные распоряжения Трампа, которые нормально прошли у любого другого президента, здесь вызывают это ужесточение, так сказать, опять, он Гитлер, он там фашист, он не знаю там кто еще, поэтому надо сопротивляться вообще всему, что он делает. Так что, мы ждем, когда это дойдет до Верховного Суда, для того, чтобы Верховный Суд решил да или нет, либо мы ждем какого-то другого, так сказать, может быть, демократы сейчас после этого фиаско с Мюллером начнут хотя бы думать о том, что на выборы надо хоть с чем-то прийти и вернуться обратно к Трампу с предложением что-то такое решать по поводу иммиграции, я не знаю. Но, по крайней мере, на данный момент, как все и предполагали, мы ждем, когда это дойдет до Верховного Суда. Теперь, насчет Бара. Из новых вещей, которые мы знаем, это то, что нам, в общем-то сказать, как бы подтверждения сто процентов нет, но достаточно серьезные люди говорят, что Бар уже дважды разговаривал с Мавсудом. Мавсуд, напоминаю, тот самый человек, про которого говорили, что он представитель российской разведки и, так сказать, общался с Папандо Болосом в то время, а кто-то был советником у, тогда еще не президента, а только у, как бы, представителей республиканской партии на президентской гонке Трампа. И, значит, вот он таким образом, скажем, скомпрометирован Папандо Болос. Значит, в какой-то момент Мавсуд, перепугавшись, что его сейчас начнут кто-то люди из какой-то там ЦРУ или ФБР будут пытаться убрать, он ушел в подполье. Неизвестно было последние полгода, где он находится, что он делает, вообще как, но совсем недавно его юристы связались с Баром и сказали, что он готов отвечать на любые вопросы и просто боится. Но готов представить, так сказать, без всяких гарантий, там, чего-то еще, и, так сказать, отвечать и разговаривать. И вот вроде бы уже два раза представители Бара встречались с Мавсудом и вроде бы нам известно уже, что, как я уже сказал, озвучил это, какая-то иностранная разведка, значит, иностранная для Америки, ну, мы все подозреваем, что это представители английской разведки, потому что явно к ним ФБР обращалась, значит, обратилась к нему с просьбой скомпрометировать Папандо Болос. То есть вся теория того, что кто-то у Трампа знал, в его избирательной кампании что-то связанное с российскими и тому подобное, вся рассыпается. Давайте прием следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот то, что делает Трамп в течение вот этих двух с половиной лет, очень радует всех нас, но вместе с тем огорчает то, что он повторяет ошибки тех президентов, которые были до него. Я имею ввиду поднятие потолка внешнего долга. Неужели нельзя как-нибудь ограничить сконечное продлевание вот этих внешнего долга? Окей, спасибо большое. Еще что-то есть или это? Нет, 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 прошу, прошу, прошу. Ваш микрофон. Ага. Окей. Во-первых, в США кошельком страны является Конгресс, а не президент. У президента есть следующая роль. Он может до того вносить предложение, но голосование идет без его участия. Конгресс решает и приносит к нему на подпись. У него есть несколько вариантов. Он может подписать, он может не подписать. Если он не подписывает, а Конгресс тем не менее этого хочет, они снова устраивают голосование. Если они получают две трети голосов, то все, дальше уже не требуется подпись президента. Мы на самом деле, я тоже очень обеспокоен увеличением внешнего долга, потому что я очень хорошо понимаю, что может в результате этого произойти, но я просто думаю, что Трамп не может драться на всех фронтах. Я не пытаюсь его оправдать, обелить, что-то еще. Я просто рассказываю свои соображения. Есть такое американское выражение «Choose your own battles». выбирай свои войны, выбирай свои сражения, потому что ты не можешь одновременно сражаться на всех участках. Надо, чтобы где-то хотя бы было спокойно. Я думаю, что Трамп мысль была следующая. Черт с ним. Я подпишу увеличение еще на триллион долларов, но по крайней мере я не устрою свистопляску в 2020 году ежедневно писание газет о том, какой Трамп ужасный, потому что он инвалидом из-за него не платит денег. Хотя это понятно, что не из-за него, но тем не менее, вы же понимаете, что газеты, телевидение и радио говорит в чем угодно, если они одно и то же все время кричат. Они лгут, но это не имеет никакого значения. Одно и то же часто это повторяет, а народ начинает в это верить. Я думаю, что Трамп пошел на это и на какие-то еще другие вещи идет, потому что он много раз высказывался о том, что внешний долг это ужасно, он утопит Америку, но я думаю, что руки найдут до него после того, как разверется с какими-то другими вещами. Я надеюсь, что я это скажу. Ну и плюс мы не можем забывать о том, что при Обаме 8 лет в стране существовал секвестер, который полностью обезглавил и обезоружил американскую армию и для того, чтобы как-то поправить положение в американской армии, что Трамп делает? Он запрашивает 750 миллиардов на перевооружение. То есть, вот вам, пожалуйста, большая часть риллиона, которая ушла на военные нужды, на которые не тратилось вообще в течение 8 лет при Обаме. Так что, тоже нужно понимать, что есть варианты расходов, которые просто необходимы. У нас есть еще один звонок, пожалуйста, говорите, вы в эфире. У меня вот такой вопрос, немножко на другую тему, я не успел задать, не помню, с чему. Я знаю, что Израиль вчера, по-моему, опять бомбил Сирию. Что-нибудь знает на эту тему ли он? Что он бомбил? Почему эстериста болчат? Ну, просто какая-то информация у него есть. Давайте послушаем, спасибо. Прошу вас, я прошу прощения, нет никакой информации по этому поводу, нет. Тогда давайте вернемся к слушанию Малера. Я хотел просто такую небольшую на веселой ноте внести дополнение, когда Луи Гомерт задавал вопросы Малеру, и он читал из своих там вопросников. И Малер спрашивает, простите, откуда вы это читаете? Он говорит, я это читаю из своего вопросника. то есть, человек, который абсолютно, он даже не понимал вообще, по-моему, кто к нему обращается и о чем. Итак, зная все это, Леон, я не знаю, или вы сегодня имели возможность посмотреть пресс-конференцию, которую собрали демократы по поводу Сапина, похода в суд и так далее. Если да, можете ли вы что-то рассказать, если нет, тогда еще раз, я бы очень хотел продолжить обсуждение того, что мы услышали, важное или неважное во время слушания. У меня будет странный ответ. Нет, я не видел в Камеринской конференции демократов, но я могу себе абсолютно точно представить, что там происходило. Ну да, имея чувство юмора, любой человек может себе это представить. Что там происходило? Они вылезли и, наверное, сказали, что вот видите, как мы победили. Естественно, они просто собрали шесть представителей, такой представительный такой клан и все, каждый по очереди сказали, что зря республиканцы обращают внимание на представление, что нужно обращать внимание на суть, а суть состоит в том, что Трамп не мог быть оправдан, Трамп полностью был признан виновным во всех статьях, десяти статьях препятствия правосудию, и теперь мы с гордым флагом над нами будем обращаться в суд для того, чтобы получить разрешение на имейлы Иванки Трамп и Джерарда Кушнера. Вот где-то такое вот. Вот, ну это просто здорово. А давайте еще выясним, не было ли у Иванки Трамп в восьмом классе бойфрента. Да, это, кстати, хороший вопрос, потому... Да. Ну, если без смеха, они загнали сами себя в эту ловушку, они поставили, что называется, все свои яйца в одну и ту же корзинку. Что им теперь делать? У меня нет никакого сочувствия в этом случае, я просто пытаюсь думать. Вот если я бы я бы оказался загнал сам себя, Трамп очень помог им загнать их. Трамп все время поддерживал войну и раздувал военные действия с прессой. Пресса с первого дня начала от ним издеваться, он начал им отвечать. И ни на секунды не прекратил. Он начинает с того, в свое выступление, что посмотрите, вот сзади стоят вот эти, которые, так сказать, фейк-ньюс. Да, да. Вот, значит, вы слушаете и верьте своим глазам, потому что потом вы, когда будете видеть, что они ставят о нашей с вами встрече на свои экраны, то вы никогда в жизни не поймете, что здесь произошло. Значит, и Трамп этим загонял их все время в ситуацию, при которой они все время должны размахивать руками. Я сейчас имею в виду, я вообще считаю, что сегодняшняя пресса это отдел пропаганды демократической партии Соединенных Штатов Америки. Она абсолютно связана и родственными связями, и как у Обамы в Белом доме были, по-моему, сестры, братья, жены, мужья и дети всех руководителей, всех нетворкс, сетей телевизионных, крупных газет, там и тому подобное. То есть вот все, что освещает, оно имело как кто-то, какого-то своего представителя в Белом доме и было завязано, так сказать, не только уже теперь интересами, но уже и родственными даже связями. Кстати, Камала Харрис продолжает эту традицию, тоже с этим все хорошо, она похожа, что она вообще тренируется теми же людьми, которые тренировали Обаму, а может просто и самим Обамой. Скорее всего, но самое интересное то, что есть тот человек, который будет выдвинут от демократической партии на борьбу с трапом. Она уж больно им подходит, так сказать, молодая, хорошенькая, как они говорят, женщина, цветная женщина. Раньше нельзя было сказать слово цветная, ни в коем случае. Попробуй скажи цветная, а ты расист, а сейчас значит цветная женщина, это хорошо. Когда надо было говорить негры, потом нельзя было говорить, потом надо было говорить черные, потом нельзя было говорить, потом надо говорить афроамериканцы, сейчас похоже надо говорить цветные, я не знаю, я тоже цветной, кстати, у меня не видно на экране, но у меня оливковый цвет, похож. Я могу сказать, что в Израиле меня всегда за своего принимали, считали, что я, так сказать, коренной и прочее, потому что я цветной. Ну все, у вас двойное преимущество. Вы multilingual, и вы цветной. Да, ну все. Просто как хорошо, что я не умею говорить по-английски и не белый. Да-да. Я вам скажу, кстати, сегодня насчет средств массовой информации. Просто абсолютно случайно мне удалось услышать Дэнни Дойч на MSNBC. Так вот Дэнни Дойч заявил просто открыто, уже открыто, даже не вуалируя, что Дональд Трамп это предатель, который был уличен не только в криминальных действиях по препятствию правосудию, но он утопал в помощи России, и за это, как сказал Малер на слушаниях, после того, как он уйдет с президентства, он не только будет осужден, он еще будет и посажен. Вот сегодня в открытом текстом в MSNBC. Ну, им очень хочется. Знаете, вот когда очень хочется, но нельзя, то немножко можно. То не надо. Ну, хочется им, хочется, ведь не важно, что Мюллер говорил, важно, значит, теперь с точки зрения, что они скажут о том, что он говорил. Ну, это как вот в бочке с эхо, бу-бу-бу-бу-бу-бу, ас, что-то другое какое-то эхо получается. Мне никакого нет сомнения, начали с того, что я не видел их пресс-конференцию, но для него нет сомнения в том, что они, правда, я думаю, что лица все-таки были такие побитые слегка, они не умеют еще лицо выиграть, но говорили, что вот, как хорошо, эти республиканцы, они там ничего не поняли. А вот мы-то, и вы, и умные люди, мы все поняли. Пусть Мюллер говорил, а-а-а, но он сказал самое главное, что Трамп преступник, но никто же не будет просматривать. Да, неважно, что он сказал, главное, что он имел в виду. Да. Пять с половиной часов никто ведь просматривает, не будет, правильно, да? Конечно. Поэтому, если что-нибудь сказали, только в это количество людей поверят, особенно, если они уже начали верить в это до того. Совершенно замечательно. Страна скатывается вообще в банановую республику со страшной силой. Безумно обидно, потому что страна сжилась замечательно. Да, ну вот во время слушаний, я больше, чем уверен, вы обратили на это внимание, когда в самом начале Джерри Недлер ему задал вопрос, если бы не ОЛС, Офис of Legal Council, как вы считаете, вы бы предъявили бы обвинение? И он сказал, да, но потом, видно, в перерыве, ему этот адвокат рядом сказал, что ты обманываешь, ты же совсем по-другому сказал в рапорте. Да. Он вышел, и он первое, что он сказал, он сказал, я должен исправить рекорд. Изменения. Но, но, на протяжении всего последующего времени, каждый из демократов говорил, а вот Малер, мы же все слышали, как он сказал, если бы не ОЛС, обвинения бы были предъявлены. Вот вам, пожалуйста. Ну, конечно, да, они правду говорят, они же правду говорят, правильно? Ну, конечно. Как в Советском Союзе, они правду ведь говорят, да? Они говорят, смотрите, какой хороший солнечный день. А все с того, врут. Да, да, да. Да, ну, в общем, короче, ну, цирк, не знаю, цирк цирком, но просто сейчас будет интересно. Вот сегодня состоялась встреча Пелоси и Акасио Кортес. Правда, еще ничего, они вышли вдвоем, сделали красивые лица, ну, насколько это было возможно. Конечно, сказали, что была замечательная душевная встреча, но мне так интересно все-таки узнать, о чем же они там говорили. Как вы думаете? Они о чем? Они о чем? Их позиции нельзя соединить. Они сошлись для того, чтобы уселись на телефоны ОМИ, молча просидели там 15 минут, занимаясь своими делами. Потом встали, вышли и начали улыбаться. Больше ничего. Ну, да, в принципе, главное, как говорится, главное, чтобы вид создать. О чем мы будем разговаривать? Когда одной под 100 лет, да, она интригантка, она замечательный совершенно спикер парламента, если говорить о том, как она умеет собрать в кулак всех и заставить, и сломать. Но когда ей стало, так сказать, вот сколько ей там сейчас, 80, да, я не помню? 80, это уже, да. То пришло ими же взращенное молодое поколение, которое было... Те-то знали, что они врань, да? Но эти-то не понимают, что это было вранье все. Они уже взращены так, как будто это вранье, и есть это, так сказать, Библия. А теперь встреча произошла молодых львов, которые абсолютно полоумные идиоты, которые вообще даже не думают проверять ничего. Просто вот это вот наше знамя. А с лисой старой, которая очумела от того, что кто-то может считать, что это правда. Да, это, конечно, жалко. То есть, это не просто жалко, это грустно. Но скажите мне, пожалуйста, как вы считаете, не упустили ли демократы то время, когда они могли взрастить действительно, то есть, тем, чтобы уйти в тень пораньше, взрастить более молодое поколение, но в том же русле левоцентризма, а не вот сейчас получается, что сейчас их будут заменять вот такие все оголтелые, под 30-летние 30-летние. Вот смотрите, Анатолий, значит, скажем, человечество жило в течение 4 или 5 тысяч лет без вообще всякого прогресса. Пахали плугом, да, придумали плуг и умножить запрягали. Я имею в виду западные страны, да, там, в других местах не пахали и берблю-берблюда были. Да-да. Так сказать, молотками били гвозди, стругали доски там и тому подобное, да. Повозки были, на которых ездили. И каждое уходящее поколение считало, что ничего не поменялось за тысячу, там, 3 тысячи лет. То есть почему оно должно меняться? Никто даже не думал об изменениях. То же самое произошло с Пелоси. Столько лет они играли в эти игры, они обманывали, они плевали вообще. Ну, естественно, что все политики плевали на народ. Ну, это понятно. Ну, да. Просто одни из них хотят такую систему, которая нам, скажем, забирает у нас деньги и отдает им больше власти. А другие хотят систему, при которой все-таки они забирают у нас меньше денег и нам остается больше, скажем, так сказать, самостоятельности. И мы пытаемся, те, кто думает головой, пытаются голосовать за тех, кто у нас меньше отбирает. И еще там больше, что касается. Спасибо вам огромное. Времени больше не остается. Будьте здоровы и обязательно встретимся в следующий раз. Всего вам хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok